Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не хочу искать символизма в совпадении цифр, это может быть просто совпадение. В России не стало больше справедливости, а в России стало больше страха, больше насилия и больше паники. То, что произошло с Пригожиным и теми людьми, кто летел вместе с ним, и с экипажем этого самолета, который не имел никакого отношения к компании «Вагнер» и лично к Пригожину, это арендованный самолет, это еще один шаг к эскалации насилия в нашей стране. Используя название эфира, название программы, в которой мы сейчас находимся, а что, так можно было? Да, всем показали, так можно. Нет никакой защиты, нет никаких гарантий жизни, нет никаких обещаний, нет никаких рамок, нет никакого права. Нам, безусловно, всем нужно дождаться официальных итогов расследования. При всем колоссальном уровне скепсиса в обществе по отношению к заявлениям и выводам официальных властей, я уверен в том, что дополнительная информация будет существенной. О том, что произошло, когда и на какой стадии. Оценка этой информации будет правом каждого человека, но сегодня мы видим, что один из российских политиков с позицией, которая для меня, как гражданина России, категорически неприемлема, ни в какой ее части, был убит вместе со своими спутниками, общественно опасным способом, в центре страны, демонстративно. Если подтвердиться, что это преступление, что это был именно заговор, то организованные группы лиц по предварительному сговору и отягчающих обстоятельствах. И это показывает, до каких глубин бездны, у которой нет дна, дошла российская политика сегодня. Это показывает, что ни у кого нет защиты. Это показывает, что в нашей стране настало время групповых политических убийств. Это очень опасно для государства. Это очень опасно для общества. Вы считаете, общество удивилось, потому что в череде этих событий такое ощущение, что все это восприняли уже каким-то само собой разумеющимся событием? Нет, это не так. Есть люди, которые любую смерть воспринимают само собой разумеющимся событием. А в течение последних полутора лет погибло столько людей таким чудовищным образом и в нашей стране, и за пределами нашей страны, в том числе в Украине. И в первую очередь в Украине. Что у людей повысился порог чувствительности к ужасу. Люди защищаются от ужаса, окружающего нашу жизнь, тем, что стараются не принимать близко к сердцу постоянно происходящие смерти. С одной стороны, это защита людей, психологическая защита людей. А с другой стороны, это очень опасно, потому что мы претерпелись к смерти. Люди претерпелись к ежедневному насилию. Никто не ждал, что именно это произойдет с Пригожиным именно в этот день, именно в таком виде. Никто не ждал. Хотя многие говорили о том, что дни Пригожина сочтены. И говорили об этом с утра 24 июня. Но то, что произошло, многими людьми воспринято без шока, потому что состояние шока стало перманентным. И каждое новое трагическое событие добавляет энергии именно к этому шоку. Общество находится в состоянии постоянного страха. Люди ожидают плохих событий каждый день. Общество перестало видеть будущее. Перестало видеть завтрашний день. Что будет сегодня вечером? Никто не знает. В какой стране мы проснемся? Никто не знает. Чтобы в сентябре, может быть, мобилизация новая, да. Что будет послезавтра? Никто не знает. И с одной стороны, сокращая горизонт своего личного планирования, люди себя успокаивают. День прожили? Хорошо. Второй прожили? Хорошо. Порадовались августовскому или сентябрьскому в будущем солнышку? Хорошо. А перспективы нет. С завтрашнего дня, как понимание перспективы своей жизни, у человека нет. И вот это сокращение личного горизонта приводит людей в состояние колоссального стресса. Колоссального стресса. А вы знаете, какая есть еще версия, что это наоборот, с точки зрения российской власти, возврат к нормальности? Вот тогда, 24 июня, 23-го, эта нормальность ушла. То есть российская власть, элита, она попала в такую ситуацию, в которой раньше не была. А сейчас с уходом Пригожина, неважно, чьими руками, да, или это случайность, мы сейчас не будем предполагать, это было сделано. Сейчас возвращение к этой нормальности, да, вот как вы говорите, что мятеж закончился 23-го августа. В этом нет нормальности. Общество, которое привыкает к публичным казням, не является нормальным. Это ненормально. Общество, которое привыкает к тому, что каждый день гибнут люди, каждый день привыкает к ненормальности. Сказать, что 23 августа нормализовало ситуацию, возникшую 23 июня, абсолютно невозможно. И более того, 23 июня появилось не 23 июня. Это все результат предшествующих событий 22-го года и до 22-го года. Поэтому то, что сейчас каждые новые смерти вызывают все меньший живой резонанс в людях, показывает, что общество привыкает к насилию, общество расчеловечивается, общество привыкает к смертям и готово к трагическим событиям, вне зависимости от политической позиции убитых людей. Готово к трагическим событиям каждый день. Вот ожидание, подсознательное ожидание смерти в любой день, с любым человеком, это саморазрушение общества. А это только, как вы считаете, только в России происходит? Потому что, ну, читаем, там, соцсети российской оппозиции, которые, кто был вынужден уехать, не знаю, там, ФБК, да, кто признан в России экстремистской организацией, там, Георгий Албуров буквально говорит, там, пишет в Твиттере, что, ну, туда и дорога, Евгению Пригожину. Есть единственный способ остановления вины человека в цивилизованном государстве и цивилизованном обществе. Это открытое следствие и независимый суд. Любая смерть человека, любое наказание, в том числе лишение свободы, без беспристрастного следствия и независимого суда, является преступлением само по себе. Туда и дорога тогда всей стране, дорога в беспредел. Вне зависимости от того, кто за мир, кто не за мир. Кто за жизнь, кто за смерть. Кто за добро, кто за зло. Вне зависимости от этого, это дорога в ад. Любые политические убийства, это дорога в ад. Лев Маркович, когда готовился к интервью, наткнулся на статью Псковского портала с таким названием «Эксперт предостерег от контактов с иноагентом Львом Шлозбергом». Вы ощущаете давление у себя в Пскове со стороны СМИ, со стороны общественников? Потому что недавно Григорий Явлинский в эфире «Живого гвоздя», кажется, говорил, что вас буквально начинают травить. В Псковской области сложился вполне определенный политический режим. Он сложился при губернаторе Михаиле Ведерникове, пришедшем в регион в конце 2017 года. У нас теперь северокавказский политический стиль. Господин Ведерников некоторое время работал заместителем полпреда по внутренней политике в северокавказском округе и усвоил определенные привычки. Кроме того, его молодость в Выборге прошла в вполне определенных кругах со вполне определенной стилистикой жизни, определенным укладом жизни. Он этот уклад принес в Псковскую область. Этот уклад заключается в абсолютном отрицании ценностей псковской политической и общественной жизни. Он устанавливает свой порядок и свой стиль. Я видел, конечно, статью, которую вы упомянули. Это высказывание эксперта с интересной фамилией Стрелков. В качестве эксперта нигде до этого момента он не упоминался. Мы не знаем, как зовут этого человека, существует ли он на самом деле, та ли фотография опубликована. Но эта статья была опубликована во всех 26 муниципальных газетах Псковской области. И ее же опубликовали свыше 100 сообществ ВКонтакте, с общей аудиторией, несколько сотен тысяч человек. А по их замыслу, конечно, это травля. Это намерение и попытка выдавить меня из моего дома, из Псковской области, из Пскова, где моя семья живет с 19 века. И это, в моем понимании, есть покушение на уклад человеческой жизни Псковской области. Да, они хотят вытравить меня из дома, а у них это не получится. Они показывают не меня в этой ситуации, они показывают себя. Вот из чего они состоят, это они в свет и выдают. Когда господин Малькевич, есть такой пропагандист в России, участвовал и стал, точнее, лицом компании челобитных к Минюсту во внесении меня в реестр иностранных агентов, выступал на Первом канале, выступал на канале НТВ, писал в своих пабликах, мы посмотрели потом, где эти тексты, эти челобитные к Минюсту распространялись, через какую-то сетку телеграм-каналов, они выходили в широкое общество. Это нацистская сетка. Эту информацию распространяли антисемиты. Самые настоящие патентованные нацисты. Это не шутки. Эти люди опасны. Они опасны для всех, не только для меня и моей семьи. Они опасны буквально для всех. И то, что власти пользуются нацистским отребьем для того, чтобы обращаться к государству с просьбами о внесении гражданина России в реестр иностранных агентов, то, что эти паблики, не скрывая, акцентируют внимание на фамилии, на национальности, это показывает, до какой бездны докатились люди, которые сейчас пытаются тем или иным способом вносить людей, не только меня, в реестр иностранных агентов. То есть вы считаете, это низовая инициатива, да? То есть это пошло снизу вверх, а не где-то было там на условном совбезе решено? Мы не знаем, где принимаются решения по иностранным агентам, потому что и решения по иностранным агентам, и решения по нежелательным организациям принимаются в России по внесудебной процедуре. Минюст издал приказ, и мы видим только то, что мы видим в результате. Генпрокуратура издала приказ, мы видим результат. Вот сейчас у меня идет в Пскове судебный процесс против Министерства юстиции. Прошло уже два заседания, на будущей неделе будет третье. Мы получили некоторые материалы, это Минюсты еще не все, мы будем истребовать больше, чем они предоставили, которые они положили в обоснование моего иноагентства. Чем мотивируют? Расскажу. Это очень интересно, это важно для всех, в том числе для российских журналистов. В законе об иностранном влиянии сформулированы 10 возможных источников иностранного влияния. С пункта первого по пункт девятый у меня не нашли ничего. Ни иностранного финансирования, ни связи с иностранным государством, ни с иностранными юридическими лицами, лицами без гражданства. По всем ключевым девяти пунктам нет, нет, нет. Но в этой статье, третьей статье закона, есть десятый пункт. Влияние лиц, подпадающих под пункты с первого по девятый. Других иноагентов. Других иноагентов. Совершенно верно. Иминюст, не стесняясь, представил в Псковский городской суд полтора десятка решений московских судов и районных судов и Мосгорсуда об отказе российским гражданам, внесённым в реестр иностранных агентов, воспаривания решения Медюста. Там Алексей Алексеевич Венедиктов, Екатерина Михайловна Шульман, Дмитрий Львович Быков, Тамар Антон Эйтельман, Антон Долин. Я всех сейчас даже не вспомню. В том числе люди, решения по людям, которых я никогда не видел и с которыми никогда не общался. Для меня загадка, как Медюст вообще формировал этот пакет. По Быкову они представили не решение по инагентству, а две дисциплинарки, ой, не дисциплинарки, административки за нарушение правил проведения публичных мероприятий в Москве. Какое отношение это может иметь? Одних и тех мероприятий. Двух разных. Двух разных. Двух разных, да. Сначала часть первая, потом уже за рецидивиста часть более тяжёлая, четвёртая или пятая. И когда я вижу эти решения, я понимаю, что Минюст не утруждает себя уже никакими аргументами. Вот когда человека вносит в реестр иностранных агентов по позиции 10, это означает одно, за политическую позицию. Я спрошу Минюст в следующем заседании, скажите, а если бы я публично поддерживал политику Российской Федерации, внутреннюю и внешнюю, и общался с теми же самыми людьми, я был бы внесён в реестр или не был бы внесён в реестр? Когда вы говорите, что моё общение с российским гражданином Алексеем Венедиктовым является фактом, подтверждающим иностранное влияние на меня, российского журналиста Алексея Венедиктова, вы каким способом обосновываете своё решение? Какими аргументами? Где Венедиктов изменил мою позицию и сделал её другой? Вот до общения с ним я придерживался одной позиции, мы пообщались, и я изменил позицию. То есть это те самые рычаги вот этого изменённого закона в иностранных агентах, который был принят в прошлом году? Да, закон в иностранных агентах в редакции от 1 декабря прошлого года. Это закон без права, в нём нет права. Это закон правового беспредела. Возможно всё. Любого человека по политическому заказу, притом у меня возникает впечатление в последнее время, что Минюст стал получать политические заказы через калиточку. С чёрного хода. Приходит условный губернатор и говорит, слушай, мне вот этот парень надоел абсолютно. Ну, внесите. Как говорил Малькевич в эфирах Первого канала и «Россия-1» и НТВ, ну хотя бы и на гента. Ну хотя бы и на гента. То есть просто вот с протянутой рукой ворот Минюста. И какой ценой? Какими аргументами? Какими основаниями? Совершенно не важно. И то, что закон из закона вырвано право, просто вытащено право, его нет. В России уничтожено право. Основой любого устойчивого, цивилизованного государства, где человек может себя чувствовать защищённым, является право. У нас перестали понимать, чем право отличается от закона. А его вытащили из российских законов. И законы теперь не являются проявлением права. Они являются антиправовым действием. С этого момента права и свободы человека просто не значат ничего. С ними можно сделать что угодно. Вы чувствуете усиление этого давления? В июне этого года вас внесли в реестр иностранных агентов в России. В июле в офис «Яблоко» приходили с осмотром, официально, формально назвали «сосмотром», тем не менее, изъяв, я так понимаю, всю технику. Всю технику, не только офисную, но и технику людей, которые в этом офисе находились. Это было 5 июля. Получила развитие? Эта история получила развитие. До сих пор не составлен никакой протокол. Это было связано с моим авторским эфиром на канале «Гражданин ТВ», где я в негативном контексте упомянул организацию, признанную террористической в Российской Федерации и запрещенную, но не упомянул этот статус. Закон, кодекс об административных правонарушениях, эту норму распространяет только на СМИ и только на журналистов. Так написан закон. Впервые в России закон решили применить просто к физическому лицу, который выступает, высказывает свое мнение. Техника изъята, организация восстановилась с определенным трудом, но с огромной помощью людей мы получили... У нас материальные потери составили около 750 тысяч рублей, и мы получили пожертвование, превышающее эту сумму, для того, чтобы восстановить работу офиса, при том буквально за несколько дней. История пока не завершилась ничем. Я думаю, что пройдет сентябрь, 90 дней, которые есть в полиции на принятие решения. Они что-то решат. Поэтому санкция по этой статье от двух до двух с половиной тысяч рублей для гражданина. И все. То есть даже если предположить, что что-то происходит. В последствии совершенно очевидна эта попытка и намерение парализовать работу политической организации. Я думаю, что это связано и не с инагентством. Я думаю, что это связано с тем, что летом в нашей стране проходят выборы. Везде, в том числе и в таком регионе. В сентябре вы имеете? Летом проходят, а в сентябре завершают. А сентябрь это жатва. Да, непосредственно единый день голосования, а предвыборная компания летит. Соответственно, кто-то решил, что нам нужно не дать даже посеять зерно, чтобы ничего не взошло. Вот такое было начало. Изменилось многое после июня. Самое главное, что изменилось, это попытка создать атмосферу нетерпимости вокруг человека, которого они открыто, не стесняясь, называют врагом народа. Потом создать ее на низовом уровне. У людей менее информированных, менее просвещенных, пользующихся официальными источниками информации. Вот когда вышла статья, о которой вы упомянули, некого эксперта, вот у папа мой, который покупает иногда одну из этих районных газет в Пскове, чтобы поработать с кроссвордами, вот, ему 94 года, он прочитал эту статью. Он меня спросил, Лев, что это? Вообще, что это? Знаете, человек, который пережил Вторую мировую войну, о которой в возрасте 11 лет уехал из Пскова с предпоследним эшелоном и чудом спасся. Все евреи, оставшиеся в Пскове, были убиты уже в 41 году, не осталось никого. И он читает эту статью, и мы понимаем, что это возвращение фашизма, потому что это травля. Это массовая травля. Сначала вешали звезды, потом организовали гетто, а потом, извините, могильный рвой. То есть вы именно с этим связываете, не с политической деятельностью, а вот именно с такой... Это реакция, это реакция на их политическую деятельность, но при этом эти люди не стесняются показывать себя антисемитами, потому что у них это внутри, из них это вылезает. В моем понимании, антисемитизм, как любой национализм, это маркер. Это маркер отсутствия культуры и отсутствия каких бы то ни было пределов в человеческой деятельности. Это беспредел и есть. Когда начинается беспредел в культуре, он приходит в итоге к государственному беспределу. Это просто сообщающиеся сосуды. По политической реакции у меня есть серьезные поражения в правах. Минюст написал в Псковском городском суде, что мои права никак не затронуты, но вот я публичный политик. Я не могу заниматься выборами. Я не могу выдвигать кандидатов, быть делегатом съезда или конференции. Я не могу быть доверенным лицом. Я не могу быть наблюдателем. Я не могу быть уполномоченным представителем избирательного объединения. Я не могу высказываться... Да, я не могу высказываться в пользу какого-то кандидата или против другого кандидата. Я совершенно ограничен. Меня отняли огромную часть профессии. И это законодательное ограничение, нарушать которое в России чревато. Кроме того, я историк по образованию. Я учитель истории, и я специалист по истории псковского оборонного зодчества. Это моя специализация по диплому. Преподавать вы не можете. Я не могу преподавать ни в одной государственной муниципальной организации. Не могу зайти в школу, в каждой из которых в Пскове. Во всех псковских почти 30 школах. Я бывал многократно и рассказывал детям, выступал с лекциями на самые разные темы. Про университеты рассказывал, про историю Пскова рассказывал. Я житель Пскова, я историк Пскова. И теперь я не могу этим заниматься. И в этом смысле человека выдавливают не просто из политики. Его пытаются выдавить из общественной жизни как таковой. Я устойчив к этому. Я упрямый человек. И я понимаю, что они хотят, они этого не смогут добиться. Но я вижу, как реагируют люди в моем ближнем кругу. Они все устояли. И семья устояла, и ближний круг профессионального вообще не устоял. Но я вижу, как люди переживают. Как это для них чувствительно во всех смыслах. Потому что любая компания травли, она пахнет Холокостом. Мы такая страна, где ничего невозможно забыть. Вот просто ничего невозможно забыть. Мы живем во времена испытаний. Это время больших испытаний для всех. Не только для нас, кого травят, но и для всех, кто видит это перед собой и не может это остановить, и не может на это повлиять. Но люди высказывают свою поддержку. Я никогда, как вот буквально несколько месяцев после 16 июня, я никогда не получал столько письм поддержки. Просто я забыл, как это может даже выглядеть, потому что все самой собой предполагалось. Есть политик оппозиционный, демократический, у него есть круг поддержки, есть аудитория. Она видит, слышит, замечает. Все было каким-то рутинным образом. Но после 16 июня это изменилось, общество стало реагировать более ярко, более определенно. То есть если был замысел, направленный на то, чтобы испугать общество, общество не испугалось. Тем не менее, вас ведь нельзя назвать каким-то радикальным политиком. Да, вы критикуете российские власти, да, вы выступаете с антивоенной позицией. Ну вот, например, взять того же Максима Каца. Он накануне, в четверг, его заочно приговорили к восьми годам колонии. Почему власти продолжают такую жесткую линию, как вы считаете? Потому что, например, тот же Каца приходил на Соловьев лайф и пытался как-то в нормальной дискуссии, да, вот как политик, оппонировать. Я думаю, что представителям силового блока, силового политического блока, неприятно, что в России сохранилась цивилизованная, гражданская, демократическая политика. Да, сегодня она в нашей стране представлена яблоком. Вот осталась одна гражданская партия, покусанная с разных сторон, но продолжающая свою работу. Я один из лидеров этой партии. Мы показываем обществу, что есть альтернатива, что общество может быть мирным, а не обществом насилия. Мы постоянно говорим о том, что целью власти должна быть жизнь, а не смерть. Должна быть защита жизни людей, а не убийство людей. Ценность человеческой жизни это высшая ценность политики. Если власти проводят политику, которая приводит к смерти людей, они непрофессиональны, я скажу максимально мягко. Они не отвечают предназначению властей. Мы сейчас, по сути, переосмысливаем ту идеологию советского диссидентства, которая не стала в 90-е годы, и это колоссальная трагедия. Идеология российских властей. Идеология власти как таковой, новой власти. Постсоветская эпоха в нашей стране провалилась. Она не стала эпохой расставания с советским мороком. Посмотрите, о чем говорил Александр Исаевич Солженицын. Он говорил, жить не по лжи. Написал фундаментальную статью об этом. Статью «Исповедь» жить не по лжи. И он говорил о человекосбережении, народосбережении. Вот идеологию российской власти 30 лет назад, в начале 90-х, не стала человекосбережения. Вот Алексей Навальный после своего очередного приговора, очень сурового, также написал, мы сейчас не можем подтверждать подлинность полного текста, этого заявления, такого манифеста. Он как раз тоже написал, что Россия упустила свой шанс в 90-е. Ну, вам не кажется, что общество, в общем-то, этого и не хотело? Оно, может быть, как мне кажется, хотел какого-то общественного договора. В СССР же его не было. В СССР был как бы в пакете. Вам предлагают, что стабильность, репрессии, плановая экономика. Вот берите все пакетом. У общества сформировался такой запрос на общественный договор, который, в общем-то, и дал им Владимиру Путину в начале нулевых стабильность в обмен, как говорят, на гражданские свободы. Мне кажется, что за 30 лет ничего не изменилось. Общество так и не хочет этого. Путин не дал гражданские свободы. Он забрал их, наоборот. Стабильность в обмен на гражданские свободы. Там был неписанный договор. Он не был никак артикулирован. Путин не выступил с посланием общества и сказал общество, нам нужно сократить территорию свободы и увеличить территорию благосостояния. Открытого послания президента с объяснением того, каким при нем будет новый общественный договор, не было. Путин все делал по умолчанию. И это очень важно. Он был закрытым политиком, он остается закрытым политиком. Открытый, откровенный разговор с обществом о проблемах людей, о том, что переживает страна, что у нее болит, где она плачет, где она радуется, где она живет, где она умирает. У Путина не было никогда. Он никогда не включался в политику как человека, кроме ситуации, когда его лично что-то потрясало. Тогда мы видели по его лицу, что по нему проходит какая-то эмоция. Но это была эмоция его личного переживания, а не сопереживания тому, о чем думает вся страна. Здесь можно вспомнить вот август, трагический российский август, вспомнить про Курск. И уже тогда всем, кто понимал, все стало понятно. Возвращаясь к тому, что вы сказали, это важно, что Навальный, в пабликах Алексея Навального опубликована статья, адресующаяся к началу новой российской эпохи. Статья с двумя ключевыми словами в заголовке. Учитывая, что у нас нет опровержения, что автором статьи не является Навальный, мы понимаем, что из ШИЗО, где он находится, статьи не пишут, запятые не расставляют, но это опубликовано в его пабликах. Пока нет доказательства обратного, мы говорим о высказывании Навального. Значение имеет та общественная дискуссия, которая возникла после публикации этих политических текстов. И в заголовок вынесены два ключевых слова «страх и ненависть». Он пишет «мои страх и ненависть». И пишет о том, что он говорит о том, что он пытается преодолевать страх и ненависть, и не получается. Потому что страх и ненависть стали главными инструментами российской власти по формированию общественной атмосферы в стране. Любое насилие возникает в атмосфере страха и ненависти. Ложь требуется власти для того, чтобы удержаться с помощью насилия и ненависти. Это клубок зла. Это самый настоящий клубок зла. И та дискуссия, которая возникла, она очень показательна. Для тех, кто участвует в этом разговоре, можно выделить две ключевые позиции. Позиция первая. В 90-х все было нормально, страна шла по нормальному пути, спотыкалась, ошибалась, но потом случился слом. Пришел Владимир Владимирович и все испортил. А есть другая позиция. А давайте разберемся, что мы строили в нашей стране в постсоветское время. Вот буквально, начиная с 91-го года, опять с августа, с августа 91-го года, когда были разрушены после путча советские структуры, когда провалился проект модернизации Советского Союза через Нового-Гарёвские соглашения. Не все сейчас помнят, но подписание нового союзного договора планировалось на 20-е августа. И путч утром 19-го был попыткой его остановить. Сначала путчисты полетели в форус Горбачёва 18-го и потребовали введения военного положения. И когда он им отказал, они, собственно говоря, и реализовали свои... Попытка законсервировать в итоге привела к взрыву. Да. И вся система разрушилась. Вот когда появился новый шанс у страны, что была главной задачей российских властей? Избавиться от советского владычества и построить свободную Россию? Или, получив власть в этой новой стране, удержаться у этой власти с тем кругом людей, с которыми к этой власти пришли? И выясняется, что власти нашей страны, в том числе Борис Николаевич, да, царство ему небесное, я не держу на него зла, но я крайне опечален тем, как тот исторический шанс, и Навальный правильно говорит об этом историческом шансе, правильно говорит, был упущен, потому что история дарит окна возможностей не каждые 10 лет. А почему мы сейчас только об этом заговорили? Потому что настала катастрофа. Потому что настала общенациональная катастрофа. Мы живем внутри катастрофы. У нас сломалось человеческое в стране. У нас страну расчеловечили. И в этой ситуации задаться вопросом, а когда это все случилось? А почему это все случилось? Это же с нами случилось. Помните, как в пьесе знаменитой трагедии Шекспира «Гамлет» спрашивают про якобы сошедшего с ума «Гамлета»? А на какой же почве с ним это все случилось? Ответ. Да все на той же, на датской. То есть на родной, на своей. Это все случилось с нами. И если внимательно посмотреть, что случилось с российскими властями, российским обществом в начале 90-х, то это будет правильный ответ. Российские власти в начале 90-х годов предали российское общество. В 91-м году за Бориса Николаевича Ельцина голосовало почти 60% людей на честных выборах. Они все говорили ключевое слово «демократия». Власть народа. Они что, ждали от новых властей просто их прихода к власти? Нет. Они ждали уважения к человеку. Они ждали повышения благосостояния. Они ждали избавления от несвободы. Они ждали благополучия для детей. Они ждали нормальные жизненные перспективы. Никто не собирался массово разбегаться из страны. Ждали, что настанет человеческая жизнь. Но тогда нужно было заботиться об этом. О социальной базе реформ, которая тогда в стране составляла около 50 миллионов избирателей. То есть половина избирателей от списка, от полного состава. Каждый второй голосовали за демократию. Их нельзя было предавать. Их нельзя было делать нищими. Над ними нельзя было издеваться. Их нужно было беречь. Беречь. Не в Чечню посылать на войну. Не на берега довести. Строить мирную, человеческую жизнь. О ценностях забыли. О власти помнили? О ценностях забыли. И это привело в итоге к катастрофе. И это привело к катастрофе. Что ж, о последствиях решений, принятых в том числе в 90-е, мы продолжим говорить с российским политиком Львом Шлозбергом сразу после того, как вернемся с рекламы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Что это было?» Меня зовут Михаил Шептун. Наш сегодняшний гость, российский политик Лев Шлозберг. Лев Маркович, то, о чем мы с вами говорили в первой части программы, с теми проблемами, о которых мы говорили, Алексей Навальный предлагает бороться следующим образом. Он призывает идти на выборы, единый день голосования в сентябре, и голосовать за кого угодно, только не за кандидата от «Единой России». Вот именно это предложение, за кого угодно, вы лично разделяете? Как это? Узнаю некоторых соавторов Алексея Анатольевича Навального. Вот. Это печально. Это показывает одну важнейшую вещь. Вне зависимости от того, кто автор этой части большого текста, этот фрагмент испортил текст Навального, но не только потому, что он не соразмерен тому масштабу проблем, которые Навальный поднимает в этом тексте, он прямо противоречит тому, что написано в базовой политической части этого текста. Вот как будто разные люди писали. Вот голосование за кого угодно, оно и привело нас в 2022 год, а до этого в 2014. За кого угодно, только не за коммунистов. В том числе это. В том числе это тот самый принцип, который чрезвычайно опасен в политике. О чем этот принцип говорит? Он говорит о том, что ценностей нет, что все партии одинаковые, все политики одинаковые, нет никакой альтернативы, что они все одной краской. Во-первых, это не так. Во-вторых, это подталкивает избирателей к тому, чтобы люди перестали интересоваться политикой всерьез. Не со избирательным бюллетенем в руках, а каждый день. Что происходит вокруг моего дома, вокруг моего дома, моего города, вокруг моего региона, в моей стране. Чем отличаются позиции политиков? Ведь большинство политиков, не все, но большинство, они пишут о том, что они будут делать, если станут властью. И когда становятся властью, пишут о том, что будут делать. Когда 12 июля 2021 года Владимир Путин опубликовал на своем сайте на двух языках статью, судьбоносную статью об историческом единстве украинского и русского народов, там же все было написано. Там было написано, с чем пришли в Советский Союз, с тем и уходите. Вот оно, 24 февраля. Мы всю избирательную кампанию «Яблоко» 2021 года провели с одним лозунгом, с единственным. Друзья, голосование в сентябре 2021 года в Госдуму – это референдум о войне и мире. Это референдум о войне и мире. Посмотрите на список партии власти, представленный лично Путиным. Кто во главе этого списка? Не технический кандидат, не просто паровоз, который пройдет выбор и сдаст мандат. Во главе этого списка министр обороны и министр иностранных дел. «Вам же все сказали! Вам же все сказали!» А за их спиной выдающийся врач, как символ будущего военного госпиталя. Что было непонятно? У меня журналисты спрашивали летом и осенью 2021 года. «Вы это всерьез? Или просто для красного словца, что сейчас выборы вы хотите собрать как можно больше аудитории?» Я говорю, я кроме того, что политик, я историк по образованию, я же вижу, к чему идет. Все же написано. Призыв голосовать за кого угодно, кроме отрицает ценности в политике. Отрицает любую цивилизованную политическую позицию. Означает то, что все черти на этой мельнице. Все черти. Все одинаковы. Это политическое развращение общества. Это недопустимо. Просто недопустимо. Это отрицает то, что в российской политике вообще существует гуманитарная человеческая составляющая. Существует оппозиция. Ведь оппозиция это не название другой партии. Это не кресло другого цвета в Государственной Думе. Оппозиция может быть только ценностной. Вот сейчас Российская Государственная Дума 450 депутатов. Там нет оппозиции. Все ключевые решения Владимира Путина и во внутренней политике, и во внешней политике этот парламент поддерживает единогласно. И если находится политик, тем более пострадавший, политический заключенный, жизни которого, здоровью которого угрожает каждый день любое действие, которое может не дожить до свободы, и от имени этого политика в этот момент истории говорят, что все равно за кого голосовать, но если все равно, то вы получаете все равно. Вот оно все равно. Плюс 19 лет в колонии особого режима, куда до сих пор кроме убийств, ресседивистов никого не отправляли. Так нельзя. Я думаю, что когда-нибудь, я очень надеюсь, мы узнаем о том, как писались эти тексты. Я не думаю, что это не будет известно, но те люди, которые сейчас помогают Навальному поддерживать публичное пространство, должны понимать свою ответственность за него. Они находятся не в России, они не в колонии, защищены, они могут говорить как угодно. Они сюда не вернутся до тех пор, пока здесь не изменится политическая ситуация, не вернутся свобода. Но свободу в нашей многострадальной стране выстрадуют те люди, которые живут здесь сейчас. Россия никуда не уехала. Уехало около миллиона человек. Это много. Это очень много. Ты даже 140 миллионов остались здесь. Эти люди должны найти в себе силы пережить эту катастрофу, прожить ее лично, понести духовные, а иногда физические потери и вернуться к человеческой жизни. Вот наша миссия в том, чтобы поддерживать этих людей сегодня и здесь. Свобода это двигатель внутреннего сгорания и внутреннего потребления. Ее невозможно как инфекцию принести извне. Ее можно только выстрадать. Все, кто пытаются, надеются выстрадать свободу сейчас здесь, они приближают свободу в стране. Те, кто находятся за пределами страны, я им сочувствую. Они остались без родины, они остались без дома, они разлучены со своими близкими. Некоторые, возможно, никогда не увидят своих родителей. Я никому не желаю такой судьбы. Это трагедия. Я лично знаю людей, которые сейчас там, за пределами, сходят с ума от ужаса и тоски и не могут вернуться, потому что здесь они обложены со всех сторон. То есть сроками? Ну, конечно, и сроками. Это прилагается к уголовным делам. Я им очень сочувствую. Но они должны понимать меру своей ответственности за всю страну, которая здесь. 99% России здесь. Будет очень трудно пройти этот путь вместе с людьми. А что остается 99%? Разве осталось какое-то политическое поле? Сохранять себя. Сохранять в себе человеческое. Искать тех политиков, которые говорят о жизни, а не о смерти, говорят о мире, говорят о добре, о человеколюбии. О партию яблок. Я в том числе имею в виду и в первую очередь партию яблока и политиков, сохранивших сейчас в нашей стране ответственность и мужество работать в легальной политике. Это наша ответственность перед обществом. Вам не кажется, что... Можно я расскажу? Это очень важная мысль. Я очень признателен, что вы об этом сказали. У нас не будет отдельной судьбы от народа. Мы или выживем вместе с народом, прожив этот путь, либо погибнем вместе с народом. Но вот главный выбор, где и с кем быть, мы сделали. И сделали не вчера. И даже не в феврале 22-го года. Это было раньше. Когда нас выкидывали из парламента через шулерство, общероссийское шулерство на избирательных участках, мы же не бросили людей, мы не остановили партию, мы не закрыли ее, мы не повесили замок на партийных офисах. Понимаете, когда страна рушится в бездну, у вас есть два выхода. Первый, смотреть со стороны. Второй, вместе со всеми падать в надежде, что мы сможем уцепиться за воздух. Вот за воздух. Вместе со всеми. А у вас остались рычаги, как вы считаете? Потому что вас критикуют, ну, не лично вас, а вообще партию, да? Остались. Остались. Влияние на общественное мнение. Влияние на общественное мнение. Сейчас публичная политика заключается в том, что мы можем говорить людям, считаем своей обязанностью говорить людям то, что думаем. А мы можем говорить? О том, что происходит. Вы можете говорить, вот, будучи в России, действительно, как есть. Без уголовных. Я могу говорить ровно настолько, насколько я и другие политики, и другие открытые люди готовы принять на себя ответственность за свои слова. Мы все, живущие здесь, сейчас, в России, несем ответственность за свои слова в полной мере. Вот наша ответственность сейчас является стопроцентной. У нас нет никакой доли, никакой капли отсутствия ответственности. Мы отвечаем своей свободе, своей жизнью, своими семьями, своими друзьями, своими командами. Это наша ответственность. Если мы сможем достучаться до людей, это ведь, не то, что достучаться, у каждого человека в какой-то момент в жизни открывается слух и открывается зрение. Сейчас вокруг нас очень много людей, которые не видят, что происходит и не понимают, что происходит. Многие из них искренне заблуждаются, потому что никогда еще за последние полвека государственная пропаганда в нашей стране, в том числе пропаганда ненависти, пропаганда человека-ненавистничества не достигала таких масштабов. Очень трудно устоять. Я не то, что оправдываю этих людей, я понимаю, что с ними происходит. Нам нельзя оскорблять этих людей. Мы должны продолжать с ними сейчас разговор человеческими словами на человеческом языке в надежде, да, в надежде, что они нас услышат. Вы говорите сейчас, у меня вспоминаются слова Ильи Яшина. У него похожая позиция была, но Илья Яшин сейчас отбывает срок. Вот вы говорят, что принимаете на себя ответственность и готовы к тому, что вас могут посадить в России. Михаил, я никогда не обсуждаю свой завтрашний день. Он может быть любым. У любого российского политика сегодня может быть любой завтрашний день. И все. Мы все саперы. Мы пытаемся разминировать минное поле российской политики голыми руками. Может получиться, может не получиться. В исторической перспективе все равно получится. Историю невозможно сбить с ее цивилизационного пути. Никто никогда за десятки тысяч лет доставшейся нам истории, о которой мы знаем что-то по письменным источникам, начиная с наскальных. Никто не смог остановить ход истории. Затормозить смог, сбить в сторону смог, а потом все равно человечество возвращалось к человечности. Суть развития человеческой истории это от нечеловечности к человечности. как в путешествии из Петербурга в Москву смейтесь властители государств считать, что слава имени вашей будет вечно, но время с острым рядом зубов смеется вашему течению. Можно вспомнить Андрея Дмитриевича Сахарова. Крот истории роет незаметно. Вот на этой неделе Мосгорсуд принял в первой инстанции решение о ликвидации Сахаровского центра. Что такое Сахаровский центр? Это национальное достояние. Это национальное наследие. За что его ликвидировали? Что будучи региональной общественной организацией, эта организация возила по стране выставки в память об Андрею Дмитриевича Сахарова. Вот за эти выставки с планшетами о Сахарове власти Министерства Юстиции, Министерства Справедливости, если перевести с латыни на русский, ликвидируют Сахаровский центр. Министерство Справедливости стало Министерством Несправедливости. В России еще за голосом пришли. Вот на прошлой неделе, сейчас, если я не ошибаюсь, было. Зачем это, как вы считаете, учитывая, что, во-первых, ну, и так уже все, мне кажется, зачищено, что касается выборов, все контролируется, и просто тот же мельконьянс, в отношении которого возбудили это уголовное дело, нежелательная организация, сотрудничество нежелательной организации, он, ну, нельзя его назвать человеком оппозиционных взглядов? Это один из самых достойных людей в российской общественной жизни. Игорь Мельконьянс, это цивилизованный, воспитанный, образованный, квалифицированный специалист по контролю за выборами. Его работа показывала, в каком состоянии находится российская избирательная система сейчас. В цивилизованном государстве, вокруг таких организаций, как ГОЛОС, и таких общественных деятелей, как Мельконьянс, государство должно ходить сапахалом. Просто сапахалом холить и лелеять. Вы ведь цик расположил Элла Памфилова. Элла Александра Памфилова и за это ей спасибо публично сказала, что замечания Мельконьянса были цены для Центральной избирательной комиссии. Его посадили и пытаются обвинить, сейчас арестовали, пока не посадили, за участие в круглых столах, где участвовала Элла Александра Памфилова. С теми же представителями Всенародной Европейской Организации по контролю за наблюдением, которую Генпрокуратура внесла в список нежелательных и откуда голос публично вынужден был выйти и объявил о выходе из этой ассоциации. И они вместе сидели за одним столом. Только Элла Александрова главе цик Амельконьянцев в СИЗО. Я могу сказать, почему пришли за Амельконьянцем и голосом. Потому что власти даже в нынешней ситуации понимают две вещи. Первое. Нет всенародной любви. Нет. Нельзя полюбить через изнасилование. Не получается. Разные процессы. И второе. Они понимают ценность выборов. Вот в такой совершенно извращенной форме они дают понять, что выборы имеют значение. Они знают, что в стране миллионы людей не согласны с российской политикой. Притом не согласны мирно, цивилизованно, без насилия, без радикализма. Вот эта цивилизованная линия в политике с одной стороны и в политике, и в общественной деятельности как усилие голоса по контролю за выборами. На самом деле является единственным шансом страны не свалиться окончательно в пропасть гражданской войны. Потому что если полностью отрицать законные электоральные процедуры, то у общества нет рычагов влияния на ситуацию, нет влияния на власть. Забота о честных выборах это забота об основах конституционного строя России. Если вы атакуете честных наблюдателей и честного мельканьянца, то вы покушаетесь на основы конституционного строя России. А мне кажется, что российское общество слишком аморфно для гражданского... Российское общество больно. Оно растет. Оно мучается, болеет и растет, и развивается. Никогда нельзя говорить, что в нашей стране худший народ, худшее общество и худшие перспективы. Мы больны. Нас очень долго всю страну поили и кормили отравой. Несколько десятилетий подряд. Ну, нечему удивляться, что люди отравлены. Вы имеете в виду Советский Союз? Я имею в виду в том числе постсоветскую Россию. Не только Советский Союз. Сейчас делается попытка очевидная воссоздать Советский Союз в новых реалиях. То есть попытаться перенести вторую половину XX века в первую половину XXI века. Откройте учебник Мединского-Тракунова по истории России. Вот я дипломированный историк. Я познакомился с макетом этой книги. Ну, как говорится, Государственной премии СССР. А получить за этот учебник было вполне возможно. Но ушла эпоха. И перерисовав стилистику картинок схематичных мужчин и женщин, и обнимающих дистанционно космический корабль, можно, а вернуть эпоху нельзя. То есть не получится повлиять на это поколение, которое будет учиться по этим учебникам? У них получится многим молодым людям сбить навигатор. Но не получится сделать у всех и не получится сделать навсегда. Потому что в мире произошла информационная революция. Вот мой учитель психологии, выдающийся психолог Юрий Михайлович Мухин, доктор наук, участник войны, Великой Отечественной войны, он сказал еще в 80-е годы, что после появления возможности реального времени и в 90-е годы особенно, он эту мысль сформулировал более четко, с появлением интернета, появлением эффекта реального времени, появлением широкой коммуникации появился новый тип человека, человек информационный. Человек, который получает информацию круглосуточно из всех доступных ему источников. Невозможно для этого забетонировать информационное пространство. Железный занавес работал в доинтернетовские времена. Сейчас он не сработает. Да, есть Роскомнадзор, есть много что, но если вы хотите строить современное государство, вы будете строить его не через запреты, а через возможности. Если вы хотите, чтобы в стране жили люди, вы будете привлекать людей в страну, создавать на любой территории маленькой, большей, наилучшие условия для жизни людей. Ведь какая страна великая? Там, где хотят жить люди. Куда они приезжают жить, расти детей, внуков, наслаждаться жизнью. Наслаждаться жизнью. Собственно, у властей любой страны всего две задачи. Всего две. Первое, об этом забыли говорить, это освоение территории. Вот эти наши тысячи квадратных километров лесов, полей и рек, их нужно освоить. А для того, чтобы их освоить, нужно создать человеческие условия для жизни людей. Вот весь секрет благополучия и величия любой страны. Олег Маркович, осваивать еще ведь можно разными способами. И, в частности, в том учебнике, о котором мы уже упомянули, вспоминают Иосифа Сталина, и вот директор Российского военно-исторического общества специально выписал, Михаил Мехков, говоря об учебнике, говоря об этой новой версии истории России для одиннадцатиклассников, заявил, что в 90-е годы финансировали учебники фондом Сороса, и там Сталина показывали тиранам, зверям, бездарным командующим. А сегодня Мединскому и Таркунову удалось изложить фигуру Сталина именно должным образом, то есть объективно. Еще в Псковской области появился памятник Сталину, который вроде не приняли в других регионах, но, тем не менее, без всякого голосования продавили, поставили, да, на территории местного предприятия. Перед входом. Да. То есть на открытом общественном пространстве перед входом на завод Микрон в городе Великие Луки. В стотысячном городе, где несколько тысяч человек были репрессированы. Вы обратились в прокуратуру, если я не знаю. Депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук, депутат Яблока, написал генеральному прокурору Игорю Коснову письмо с изложением детальных правовых оснований, начиная с позднего советского законодательства и современного российского, которые не позволяют ставить памятники Сталину в России, не позволяют сегодня в нынешней правовой ситуации. Мы ждем ответа. Как вы считаете, но ведь все-таки этот скорее частный случай. Власть еще не решилась или ей просто не нужны символы? Символы и фигуры из прошлого. У нас же есть фигуры из настоящего. Они хотят зарифмовать эти профили. Почему появился такой учебник Мединского и Туркунова? У них есть табу. Табу на критику любой власти. Ленинской, Сталинской, Прежневской, Хрущевской, Андроповской. У них табу на критику власти. Они не боятся критиковать только двух людей, которые пытались, к сожалению, неудачно, но пытались изменить историческую судьбу России. Горбачев и Николай II. Горбачев и Ельцин. Николай II это глубоко трагическая фигура русской истории. И это отдельная тема разговора. Мы сейчас можем просто не успеть коснуться трагедии Николая II. Но он соавтор собственной трагической гибели и своей семьи. Он соавтор трагедии российского государства. Все, что могу сказать. В Пскове, на запасных путях Псковского железнодорожного вокзала Николай II карандашом в отчаянную ночь, отчаявшись, подписал отречение от престола российского государства. В пользу брата, который ничего не знал об этом отречении. Но сейчас мы не поместим в этот эфир. Горбачев и Ельцин. И я могу сказать, почему. Потому что Горбачев и Ельцин, пусть не умело, пусть не будучи подготовленными, без понимания всех последствий своих шагов, пытались очеловечить политику. А все остальные расчеловечивали политику. Это не отменяет подвиг Хрущева с 20-м съездом. Обратите внимание, все памятники Сталину были ликвидированы в Советском Союзе, кроме одного, в горе, на родине Сталина. После 20-го съезда. Все улицы Сталина, площади Сталина, заводы колхоза имени Сталина были ликвидированы тогда, потому что Хрущев сделал важнейшую вещь. И с этим он вошел в историю. Памятник Хрущева работы Арнста Неизвестного сделан из двух камней, черного и белого цвета. Вот это белый цвет камня на могиле Хрущева. Первое. Он вернул политическую власть над силовиками партии и государством. В той системе, в которой он жил. Он отнял политическую власть у силовиков. Путин вернул политическую власть силовикам. Поэтому происходит с Мельканьянцем и с Яшиным, и с Горяновым, и с Карамурзой, и с Навальным происходит то, что происходит. Это важнейшее событие в российской политике. Оно уходит корнями в 20-й год в реформу Конституции. И вторая вещь, что важна для учебника, нового мифа, который создается, это убежденность в том, что власть всегда права и цель оправдывает любые средства, любые жертвы народа. Это очень четко рифмуется с сегодняшней ситуацией. Очень четко. Да, в этом есть ползучая сталинизация. Когда восьмиметровый Сталин вылезает в Великих Луках, восьмиметровый даже, восьмиметровый бронзовый памятник, считая постаментом, это сталинизация общественного мнения. Я не знаю, какова будет судьба этого памятника. Пусть Краснов прочитает документы о десталинизации России и примет решение, будет ли Генеральная прокуратура вмешиваться в эту ситуацию. Это его ответственность теперь надзорным органам. Вот пусть они займутся нежелательным Сталином в нашей стране, потому что памятники материализуются. Они хотят человечины. Они хотят не просто вернуться в историю. У меня есть идея для будущего российского устройства власти, ввести ликбез о советской и российской истории, о российской истории в широком плане, для лиц, занимающих государственные муниципальные должности, находящихся на государственной муниципальной службе. Это несколько экскурсий, несколько десятков часов обязательных лекций, посещение Бутовского полигона под Москвой, посещение Левашовского кладбища под Ленинградом, там, где похоронены сотни тысяч людей, в том числе около восьми тысяч казненных из Псковской области во время репрессий, где прямо на деревьях, на соснах люди прикрепляют овальные портреты своих родных, потому что там все кладбище, там идешь по лесу, могил, чтобы они это посетили и увидели, и ударили в этот колокол при входе на Левашовское кладбища, в Сандармох их свозить, из-за которого посадили Юрия Дмитриева, и объяснить, что там лежат не финскими оккупантами расстрелянные граждане, а советскими властями. И до тех пор, пока люди, которые претендуют на то, чтобы представлять общество, быть во власти, не сдадут экзамен, это то же самое, что экзамен на знание русского языка, на знание русской культуры, должен быть экзамен учебники пропагандистские, не появятся. Был один учебник в истории 20 века в нашей стране, назывался «Краткий курс истории ВКПБ». Он есть у меня дома, в домашней библиотеке историка. Этот учебник Иосиф Виссарионович правил лично карандашом. А официальные авторы этого учебника тряслись ночами от ужаса, если Сталину что-то не понравится так, что их расстреляют уже на утро. И они прожили все эти недели работа над этой страшной книгой, над мифом о величии Сталина и возглавляемой им партией в страхе ежеминутной смерти. Вот те, кто хотят вернуть страх ежеминутной смерти, те идут по пути из Сталина. И ни к чему другому этот путь не может привести. И когда мы, возвращаясь к тому, за кого голосовать, говорим, что все равно за кого, лишь бы не действующей властью. За Сталина можно? За сталинистов можно? За людей, которые прославляют до сих пор насилие и концлагеря, и хотят вернуть концлагеря, и вернуть смертную казнь. Можно голосовать? Вот с этим мы не согласимся никогда. Это просто ликвидация ценностей в общественной и политической жизни. Это может привести только к повторению сталинизации, к повторению катастроф. Лев Маркович, если только все то, что вы перечислили и те трагичные места, которые сейчас пытаются сохранить, мемориалы, если они, конечно, я очень надеюсь, в России останутся. Большое спасибо российский политик, член федерального политического комитета партии Яблока Лев Шлозберг был гостем программы «Что это было?» Меня зовут Михаил Шептун. Смотрите РТВ и подписывайтесь на YouTube-канал и наш Telegram-канал. Увидимся в эфире. КОНЕЦ